Там есть разумные зерна. Разумные в том, какие губернаторы, если нет губерний. Александр Суриков губернатором не был. В свои два срока, с 1996 по 2004, говорит, именовался главой региона. А вот современным губернаторам, возможно, скоро придется переучиваться. Госдума нового созыва начнет свою работу с законопроекта о руководителях субъектов. Смена названия, по мнению экспертов, просто унификация и продолжение развития публичной власти, предусмотренная поправками Конституции. Губернаторов заставляют работать, но при этом становится более четкое понимание. Губернатор, это же тоже сейчас, кто-то же шутит, из серии расстрельной одолженности. Шаг влево, шаг вправо, никуда не прыгнешь. И это правильно. Все-таки любая система становится эффективной там, где есть точные, понятные алгоритмы с одной стороны и задачи, ставящиеся перед схемой, с другой стороны. С этим законом губернатор должен стать чуточку ближе офисным работникам. Для глав регионов прописывают KPI – показатель эффективности. В нем как вполне осязаемые графы, объем инвестиций или развитие промсектора, так и максимально общие понятия, вплоть до продолжительности жизни. Меры ответственности будут, пока градация следующая – предупреждение, выговор, временное отстранение или отрешение должности президентом. Ему собираются дать такое право. Если бы они его назначали, то они оценили, да, плохо, они его сняли, все понятно. А то чиновники оценили, что он вроде неэффективный, и избранного человека без юридических обоснований просто снимает. А эффективность-то оценивается не чиновниками, а народами. С другой стороны, законопроект предполагает обнулить действующие сроки губернаторов, чтобы позволить избираться более чем на два срока. Этот закон не предусматривает сам наличие ограничений сроков для высшего должностного лица региона. То есть каждый регион имеет право решить, вводит ли он эти ограничения соответствующим уставам и законам или не вводит. А во-вторых, а что здесь такого предусадительного, что сроки, в общем-то, снимаются, связаны с ограничением. Есть высокопрофессиональные главы регионов, которые работали у нас в стране на протяжении нескольких десятков лет. У губернаторских компаний непонятно на что похожи, это не совсем выборы. То есть президент назначает, муниципальные педагоги отсекаются, что-то, вот электоральные процедуры проводят, и получаем губернатора. Да, лишняя трата сил, времени, но непонятно к чему это сводить. Потому что назначения тоже проходили, тоже критики было много. Когда мы рассуждаем о проблеме, которая есть на самом деле, возможность прихода в ходе выборов в регионы тех людей, которые не отвечают необходимым профессиональным личным качествам, не справляются. Вот у президента есть возможность повлиять. Если он в установленном порядке законом находит эти нарушения, у него есть возможность отрешить от должности это лицо. Но есть еще одно мнение по этому вопросу. Продлевать, потому что руководить некому. По словам экспертов, в стране управленческий дефицит и обнуление – одно из решений. Согласно с этим не все. У нас хватает людей с достаточным опытом работы, с достаточным знанием территории и так далее. Не хватает, видимо, абсолютной уверенности в его абсолютной лояльности вертикали. Преданные или как? Ну, преданные – это хорошее слово. Абсолютно все время облизывающие власть, вышестоящие. Это не очень хорошо. Руководитель территории должен иметь и собственную точку зрения на развитие территории. Не всегда все из Москвы видать. И все же специалисты уверены, что новые нормы, если они будут приняты, смогут применять индивидуально. Например, для Кавказа, где прямые выборы могут быть чреваты борьбой за власть. Большинство положений документа должно вступить в силу с июня следующего года. Алтайского края не коснуться меньше всего, ведь у Виктора Томенко еще не подошел к концу первый срок. Но скоро мы узнаем, по каким правилам будут работать первые лица субъектов. Анастасия Дороган, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.